Добрый день, я рад быть с вами и разбирать Божье Слово вместе. Как рассказывала Кейтлин, сегодня мы будем говорить о гневе. Гнев проявляется по-разному. Недавно нам пришлось уменьшить нашу социальную деятельность. Со временем это может привести к раздражительности в отношении семьи, друзей или сотрудников, которые оказались слишком близки. Или мы начинаем злиться на людей, которым безразлично наше здоровье и безопасность. Я не удивлюсь, если большинству из нас придется отмотать лишь на несколько дней назад, чтобы вспомнить вспышку злости или раздражительности. Если же говорить серьезно, то домашнее насилие значительно выросло по всему миру за последние месяцы. Одна страна заявила о пятикратном приросте звонков на линию поддержки женщин, страдающих от насилия. Некоторые эксперты призывают правительство размещать центры помощи в продуктовых магазинах, потому что жертвы не всегда могут получить помощь дома. Злость питает ярость, а она может привести к серьезному вреду, что заставляет нас злиться на окружающих. И как Бог встречает нас в гневе и предлагает нам мир. В Нагорной проповеди мы видим, как Иисус закончил описывать характеристики гражданина царства. Он показал своим ученикам, что значит следовать за ним. Он также показал, что его миссия на земле не избавиться от закона, а полностью исполнить всякое слово в наставлении народу Божьему. И перед тем, как открыть Библию, давайте помолимся и попросим у Бога понимания в сфере Духа сегодня. Бог, Отец, спасибо, что дал нам свое слово и позволил нам узнать себя. Я молюсь, чтобы ты смирил наши сердца сейчас, чтобы мы видели, что ты подготовил для нас, а в этой непростой жизни. Ту прекрасную жизнь, которую ты дал нам. И когда мы будем говорить о гневе, покажи нам, как ты хочешь искупить наши сердца и преобразить наши умы, чтобы мы жили в свободе. Я молюсь об этом во имя Твое, драгоценный наш Господь. Аминь. Иисус начинает свою проповедь с самых старых законов, которые знали евреи. Он показывает, что означает заявление о том, что он исполнит закон. Он цитирует 10 заповедей, базовые повеления народу Божьему. Он будет делать это несколько раз в этой главе. И говорит следующее. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Это весьма очевидный закон. Но Иисус раскрывает суть сердца, стоящего за законом. Его миссия – исполнить закон и пророков. Он с авторитетом говорит, а я говорю вам, это не новый закон. Это более глубокое понимание закона. Иисус говорит, к суду приводит не только акт убийства, а сердце, стоящее за таким поступком, мысли и слова перед поступком. Он говорит, всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Иисус делает ударение, трижды повторяя эту суть. Полезно смотреть на контекст, потому что он показывает, о каком гневе говорит Иисус. Он не говорит о гневе в отношении несправедливости, греха. Есть вещи, которые должны вызывать у нас гнев. Иисус гневался в своем служении, но не согрешил. Мы видим, что в истории апостола Иоанна, когда Иисус сделал плеть и выгнал людей с территории храма за то, что они сделали его торговой площадкой, когда мы видим несправедливость, мы не поступаем плохо, когда в нас возникает гнев. За последние несколько месяцев мы видели, как медиа делали ударения на несправедливые ситуации. Несправедливость была на всех этапах истории. Но то, как мы поступаем с этим гневом, определяет, становимся ли мы заодно с Иисусом, позволяя праведному гневу направить нас к добрым делам, или же позволяем эгоистичному гневу привести нас к греху против наших братьев и сестер. Павел пишет в послании к Ефесиным, «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Иисус говорит нечто большее, чем «просто никогда не гневайтесь». Это послание к Ефесиным, 4 глава, 26 стих. Сейчас вы видите его на экране. Важно, чтобы мы осознали, что гнев – это второстепенная эмоция. Это реакция на что-то в нашей реальности. Мы злимся, когда что-то идет не так, как мы хотим, или когда что-то мешает нам. Мы злимся, когда думаем, что заслуживаем чего-то, но не получаем этого. Любовь к эго приводит нас к гневу. Я ехал на этой неделе домой после работы. У меня было активное утро с множеством встреч, и поэтому у меня было лишь пару часов на работу над словом и административные дела. Возле моего дома есть поворот с двумя полосами, которые сходятся в одну после перекрестка. Обычно все проходят его быстро, но в тот день там была тянучка. Мы ждали, когда светофор на следующем перекрестке станет зеленым, чтобы поехать. Внезапно микроавтобус за мной выехал на парковочную полосу и поехал к перекрестку, вклинившись там, а не ожидая своей очереди, как все остальные. Очевидно, что я расстроился. Так нельзя поступать. Эта система так не работает. Мы все ждем своей очереди. Я ехал за ним на расстоянии нескольких машин. А когда машины разъехались, я оказался прямо за ним. Я подумал, чудесно. Я должен быть на его месте, а он должен быть за мной. Мы продолжали ехать, он резко объехал машину, которая парковалась. Я подумал, вот это да. Я не удивлюсь, если этот парень устроит аварию. Так ему и надо. В тот момент я услышал, как Дух Святой сказал, «Броди, почему ты так зол?» «Ой, я пытаюсь подготовить проповедь о гневе, и при этом сам еду по городу, надеясь, что другие водители будут уступать мне». А вот что такое слепой грех. Я был зол, потому что мне казалось, что я заслуживаю чего-то, что со мной поступили плохо. Только, по правде говоря, мне хотелось бы самому додуматься проехаться через парковочную полосу, чтобы оказаться впереди. Все эти вещи бурлили внутри меня, а ведь весь путь длился 10 минут. В этом месте Иисус говорит о конкретной форме гнева. Он говорит о проявлении гнева. Он связывает грех с убийством, оскорблением и насилием. Это гнев, который приводит к гневу в отношении другого человека. Глядя на это, мы видим, почему Иисус проводит параллель между убийством и злостью. Убийство — это когда забирают жизнь кого-то, кто создан по образу Божьему. Быть сие 9.6 говорит, «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека». Ибо человек создан по образу Божьему. Когда кого-то убивают, это преступление против самого Бога, потому что Он вложил свой образ в каждого из нас. То же самое можно сказать о гневе. Убийство приводит к смерти, а злость приводит к смерти отношений. Когда мы смотрим на других с гневом и злостью, мы психологически или словесно нападаем на этого человека, которого Бог создал по своему образу. И это также может привести к насилию. Но Иисус делает ударение на уничтожение отношений через обиду и гнев. В наших сердцах и устах остается горечь, и она влияет на все, что мы делаем. Как мы говорим об этом человеке, как мы говорим с ним, наши сердца становятся кровоточащей, раной, гнева и зла. Эти мысли начинают наполнять наше сердце, которое считает себя правым. Оно защищает себя против всего, что выступает против него. У меня есть младший брат. В детстве мы не всегда ладили. Однажды мы сильно поссорились. И хотя я не помню, в чем была причина, я помню эмоции. Мой отец посадил нас в гостиной друг напротив друга. Он хотел, чтобы мы поговорили об этом. Я считал себя логичным человеком и пришел к одному выводу. Я вижу лишь одно решение, сказал я. Он должен уйти. Я был очень зол на своего брата. Мне тогда было 15 или 16, и я хотел, чтобы он уехал прочь. Я был готов уничтожить все отношения, что были у нас, потому что считал это единственным способом исправить все. Мы часто сталкиваемся с моментами гнева. Некоторые из нас живут в постоянном гневе. Мы можем использовать разные слова, вроде раздражен, расстроен, недоволен. Как нам быть с Олей и Светом, как мы говорили несколько недель назад, когда все отдает нам горечи. Мы можем пытаться оправдать свои мысли. Я так делаю. Так не должно быть. Меня обидели. И это нужно исправить. Я должен защитить себя, потому что никто не защитит меня. Бог слышит все эти мысли. Он знает эти чувства, и Он сделал с ними нечто. Когда мы смотрим на Иисуса, мы видим ответ на наш гнев. Мы видим человека, который любил своих врагов. Как? Мы видим человека, который проводит время с отверженными. Почему? Мы видим человека, который подставляет другую щеку и смиряет себя до смерти, смерти на кресте. Иисус показывает нам самый прекрасный образ жизни. В Иисусе поток человеческой боли и страха сталкивается с заявлением о том, что Бог контролирует все. Бог лучше того, что я могу достичь через свой гнев, разрушительные слова и горькие ответы. В Иисусе мы видим восстановление отношений и исцеление сердец. Бог так сильно любит нас, что послал своего сына умереть за нас. И каждый, кто поверит в Него, получит жизнь вечную. Иисус пришел, чтобы дать жизнь полноте. Мы можем любить, потому что Бог полюбил нас и освободил от греха через жертву, которую Иисус совершил на кресте. Он одержал победу, когда воскрес из мертвых. Любовь к эго ведет нас к гневу, а любовь к Богу ведет нас к Иисусу. Когда мы осознаем силу Бога, мы фокусируемся на искуплении, а не на месте. Сфокусироваться на искуплении, а не на месте. Мы начинаем искать восстановление, а не возмездие. Когда мы осознаем то, что мы заслуживаем, мы начинаем понимать, что должны быть наказаны за зло в своих сердцах. Мы заслуживаем адский огонь, о котором говорит Иисус. Заслуживаем суд, потому что мы были готовы убить других людей и выступить против Бога Творца. Он имеет право послать нас на смерть. Но в послании к Ефесианам, второй главе, мы видим другую историю. Бог, богатый милостем, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью выспасены. Когда мы осознаем свое беспомощное состояние и пустое сердце, то обращаемся к источникам милости, которые дает Иисус. Это и есть свобода. Если вы еще не знаете Иисуса, не следуете за Ним, то это послание для вас. Оно для всех нас. Только в Иисусе есть свобода. Мы не можем сами явить благодать или милость. Мы не должны пытаться выбраться из своего гнева, пытаясь стать лучшим. Иисус предлагает изменить наши умы, сердца и желания. Он ведет нас от гнева к миру. Он ведет нас от боязливой защиты, к доверию, обетованиям Божьим. Даже если это означает, что нам придется столкнуться с болью, потерями или смертью в этой жизни. Жизнь, которую предлагает Иисус, больше той, какой когда-либо сможет стать эта жизнь. Означает ли это, что мы просто должны перестать ощущать что-то, выключим свои мозги, эмоции, которые нам не нравятся, и будем прикидываться, словно все хорошо? О, нет. Мы можем думать, что плохо ощущать страх, гнев или скорбь. Мы говорили о книге «Эмоционально здоровая духовность» Питера Сизеро. В ней мистер Сизеро напоминает нам, что Бог есть Бог эмоций. Он создал нас с вами. Он говорит, что Писание показывает Бога как эмоциональную сущность, которая ощущает все. Личность. И так как мы созданы по его образу, то у нас также есть дар. Чувственность. Переживать эмоции. Чувствовать – это хорошо. Но наши эмоции могут путаться, потому что они берут свое начало из греха или эгоизма. Мистер Сизеро говорит, что это может привести к трем мыслям, которые будут питать наши эмоции. Первое. Первое. Я – то, что я делаю. Второе. Я – то, что у меня есть. И третье. Я – то, что думаю другие. Если с ними что-то будет не так, мы можем отреагировать гневом. Если мне кажется, что я написал плохую проповедь, или не передал что-то правильно, я начинаю злиться на себя, потому что мне кажется, что то, что я делаю, определяет меня. Если я вижу, что кто-то другой получает то, что я хотел или заслуживал, то начинаю завидовать. У меня возникают трения с этим человеком. Я позволяю этому пятну войти в мое сердце. Если я не уверен в своем положении, то могу начать защищаться и резко отвечать на слова, которые я посчитаю осуждением. Но любовь и свобода, которые мне дает Бог, отвечают на все эти страхи. Я такой, как есть, благодаря тому, что сделал Иисус. У меня есть все необходимое, потому что Бог мой обеспечитель. Мне не нужно переживать о том, что другие подумают обо мне, потому что сам Бог ценит меня. Он послал Иисуса умереть вместо меня, чтобы дать мне жизнь. Этому нужно радоваться. Но даже если мы переживаем благодать Божию, когда познаем Его, Иисус показывает нам, как нерешенный гнев продолжает уничтожать отношения. После рассмотрения гнева в отношении других, Иисус рассматривает гнев, который другие могут ощущать в отношении нас. Иисус не оставляет места вражде. На прошлой неделе я прочитал историю об одном пастыре, который стоял перед церковью с закрытыми дверями. Наш фрагмент звучит так. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Итак, о пастыре. Когда люди пришли на служение, он сказал, что церковь будет закрыта, пока все не примирятся друг с другом. Это было небольшое село, в котором все знали все о других. Лишь когда пастыр увидел, что люди примирились, он впустил их в здание. Мы бы жили совсем иначе, если бы искали примирение при каждой возможности. Это подводит нас к нашему основанию в Иисусе. Единственная причина, почему мы можем быть людьми примирения, это тот факт, что нас примирили с Богом. Мы пели «Приходите к алтарю». И это правда. Объятия Отца открыты для нас. Прощение было куплено драгоценной кровью Иисуса Христа, но мы не можем приходить к алтарю, если наши сердца далеки от наших братьев и сестер. Когда Иисус прерывает наше поклонение, мы делаем это, потому что Он повелевает нам жить иначе. Мы оставляем свое поклонение, чтобы являть это поклонение в своей жизни. Мы реагируем на силу Евангелия преображенными сердцами и ушами, которые побуждают нас любить других. Мы не можем любить, если в нас есть гнев или горечь. Именно любовь к другим побуждает нас к примирению. В подтверждение этому, апостол Иоанн написал следующие слова в конце Библии. «Кто говорит, «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» «И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Любовь побеждает гнев. Любовь приводит к примирению, даже когда нам причинили боль. Обратите внимание на то, что Иисус с них говорит о том, что это нас должны были обидеть. Он просто говорит, что если у кого-то есть что-то против нас, он должен прийти и примириться. Означает ли это, что все наши отношения всегда должны быть идеальными, прежде чем мы можем поклоняться Богу? Нет. В противном случае мы бы никогда не поклонялись Богу. Мы не можем сделать так, чтобы все отношения были идеальными. Но мы также не можем поднимать руки и избегать этих обстоятельств, когда люди выступают против нас. Если мы верим, что Иисус примирил нас с Богом, то должны искать примирение с другими. Мы должны искать примирение. Мы приняли избыток благодати. Дух Святой меняет наши умы, чтобы мы не застревали, защищая себя или боясь других. Вместо этого мы должны отложить свое эго. Принцип — это его проблема, и наладить отношения. Когда мы сделали то, что могли, чтобы наладить отношения, Бог приглашает нас к себе, чтобы принести ему дар. Вы можете думать о каком-то человеке, и думая о нем, вы говорите, «Да, но ты не понимаешь, что он сделал мне». Я хочу сразу отметить грех гордыни и призывать вас исправить все. Я призываю вас, любовью Божией, к вам и к тому человеку, отложить свое эго в сторону, принять разум Иисуса и примириться. Это приносит свободу. В гневе нет свободы. Если вы не простите, вы будете искать примирение. Вы останетесь в тюрьме, которую сами создали. Если ваш босс дает вам кучу работы в последнюю минуту, Иисус не позволяет вам говорить плохо о нем своим друзьям за ужином или говорить плохо о нем с другими сотрудниками. Если брат или сестра говорит плохие слова о вас или начинает сплетничать, вы не должны отвечать тем же. Бог призывает вас прийти к ним и примириться, проявить любовь и смирение, чтобы восстановить отношения с ними. Если ваш ребенок получает плохую оценку, вы должны напомнить ему о Божьем принятии, которое не связано с их достижениями, а с его великой любовью к ним, проявиться к ним любовь. Иисус заканчивает эту часть учения, показывая последствия нерешенного конфликта. Он говорит, «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слоги и не вергли бы тебя в темницу, истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Если вы можете решить свои проблемы с братом или сестрой, это чудесно. Вы примиряетесь. Вы живете так, как того хочет Иисус. Но если вы откладываете примирение, у вас могут возникнуть проблемы. Признавая свои ошибки, мы можем вернуть отношения. Но мы можем сделать это лишь тогда, когда осознаем, что не находимся больше под стыдом нашей ошибки. Никто не хочет признавать своих ошибок. Я уж точно не хочу. Это больно. Но давайте не обманывать себя. Мы часто ошибаемся и поступаем неправильно. Иисус так сильно любит нас, что берет наш стыд, вину и ошибки. Их нет. Мы обрели новую свободу, чтобы жить без стыда. И когда обвинитель ловит нас на горячем, мы можем признать, да, я не прав. Давай исправим это. Недавно я получил гневное письмо. Кто-то был расстроен тем, что я сделал. Когда я прочитал это письмо, то ощутил жар в теле. Тревога пробралась в меня. Обычно я начинал бегать по дому, прокручивать в голове, как защитить себя. Я пытался найти дыру в аргументации этого человека, чтобы обойти его. Я не хотел ошибаться. Но в этот раз Дух Святой сказал мне... Точнее, в этот раз я услышал, как он обратился ко мне. Он всегда говорит, но я игнорирую его, когда сфокусирован на себе. Дух Святой сказал, Броди, ты спаситель этого человека? Конечно, нет. Так почему ты пытаешься спасти его? Я люблю контроль и предсказуемость. Если я не понравился этому человеку, значит, я ошибся, и люди не будут меня уважать. Он спросил, ты можешь контролировать то, как другие смотрят на тебя? Нет, конечно, не могу. А знаешь, как я смотрю на тебя? Вот это да. Это и есть преображение. Преображение, которое мог сделать только Иисус. И вместо того, чтобы отвечать во гневе, я могу признаться этому человеку, что совершаю ошибку. Я могу начать поиски решения с ним, а не просто ответить ему тем же. Я могу показать другим людям ту любовь, которую Бог явил мне. Мне не нужно злиться. Это короткий фрагмент, но в нем рассматриваются главные аспекты гнева. Решение кроется не в том, чтобы передать больше усилий на колеса. Это лишь усилит гнев. Нам же нужно больше Евангелия, больше Иисуса. Мы должны лучше понимать его жизнь, благодать. Нам нужно становиться похожими на того, кто спас нас, жить по его прекрасному пути. У нас будет время для размышления вопросов. Кроме того, мы послушаем песню «Величие». В этой песне говорится о сердце, которое изменилось благодаря любви Божией. Это сердце осознает, что мы прощены, чтобы прощать других. Вы можете использовать слова этой песни в качестве молитвы. Возможно, вы ощущаете, что Бог призывает вас принять Иисуса сегодня. И, возможно, вы хотите покаяться, потому что накопили столько злости. Бог приглашает нас к новой жизни. С колледжа я помню одну молитву из книги Джей Ди Грира «Евангелие». Она призвана начать время молитвы. Возможно, она поможет вам сегодня. Эта молитва звучит так. Во Христе я не могу сделать ничего, чтобы заставило тебя любить меня больше. И так же я не могу сделать ничего, чтобы заставило тебя любить меня меньше. Твое присутствие и ободрение – это все, что мне нужно для радости. Как ты поступил со мной, так и я буду поступать с другими. Я буду измерять Твое сострадание крестом, а Твою силу – воскресением. Аминь. Пусть благодать нашего Господа Иисуса Христа и любовь нашего Бога Отца и общение с Духом Святым да пребудут с вами.